При храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской на святом источнике в микрорайоне Ложок города Искитима открыт музей, посвященный памяти священнослужителей и емирян, пострадавших в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке. Почему именно здесь устроен музей, расскажут наши коллеги. Вдали от городской суеты, в нескольких километрах от жилья, в окружении лесных массивов есть место, знакомое и близкое сердцу многих новосибирцев. Место святое – храм, построенный в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Место для его строительства было выбрано не случайно. Именно здесь, неподалеку от карьеров, которых добывали известняк и камень, в 30-х годах прошлого века находился один из самых строгих лагерей системы ГУЛАГ. Здесь, вместе с уголовниками и штрафниками, отбывающими большие сроки за особо тяжкие преступления, помещались политические заключенные и священнослужители с мирянами, пострадавшими за исповедование веры Христовой. Их захоронение было обнаружено уже после закрытия лагеря. По преданию, именно на этом месте забил святой источник. В дни Светлой Пасхальной Седмицы в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской открылся музей, посвященный памяти пострадавших в годы гонений. В его открытии принял участие митрополит Новосибирский и бердский Никодим. Очень символично, что в дни Светлой Седмицы, когда мы прославляем воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, мы прославляем и новомучеников, и исповедников Церкви Русской. Вспоминаем тех, кто своею смертью засвидетельствовал верность Христу. Надеюсь, что этот музей, эта выставка о многом напомнит современным людям, заставит их вспомнить то, что было некогда в 20 веке. Чтобы это ни в коем случае не повторилось ни в 21 веке, ни в дальнейших годах. Сегодня действительно историческое событие. И вдвойне приятно, что это событие происходит в праздник Пасхи Христовой. Сегодня мы открываем музей на том месте, где в годы лихолетий, в годы репрессий не видно гибли люди. Конечно, это страшное время, и мы сегодня отдаем дань памяти этим пострадавшим, этим людям, которые своей жизнью, своей волей позволили сегодняшнему событию совершиться. Конечно, не так много осталось аутентичных вещей с того времени, особенно связанных с лагерем или с ссылкой, потому что люди боялись об этом говорить, рассказывать. Здесь есть предметы, связанные с жизнью священномучеников, просто священников, фотографии, документы. Есть на открытие переданные на временное хранение предметы из Церковно-исторического музея в Новосибирске. Ну, конечно, самый такой важный предмет связан с патриархом Тихоном, его посох, его четки. Здесь есть документы, переданные из архива УФСБ по Новосибирской области, Новосибирской епархии много лет назад. И эти документы представлены в экспозиции.